Стартовала Лига Чемпионов, с чем можно всех нас и всех вас только поздравить. Меня все спрашивают о прогнозе. Год назад, правда, это было в августе, а не в сентябре, и была программа, посвященная стартам в Минской Премьер-Лиге. Я сделал прогноз, который сбылся. Я немножко горжусь, но горжусь примерно так же, как вот попаданием, знаете, как вот недавно на тренировке Эгресси меня пали мячом в голову. Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Под... Блядь. Довольно далеко было до моей головы от места, где належал мяч. И все кинулись извиняться. Я сказал, ребята, если вы могли нарочно упасть мячом в голову с такого расстояния, вы точно играли в Лиге Чемпионов вот буквально через пару недель в сентябре. Делайте ставки в марафон Бет. Так я просто говорю о том, как я отношусь к сбывшимся прогнозам. По мне, это просто любопытная игра. Вот в этом году я бы, пожалуй, поставил на победу Сити в Лиге Чемпионов. Конкретно Сити, если говорить о клубе. Вообще, Ливерпуль и Сити остаются главными фаритами сезона, но Сити, похоже, не сумеет пройти ровно дистанцию сезона. А это была главная фишка команды Гвардиола. Я полагаю, что это позволит ей лучше сконтренироваться на достижении вот такой вот точной цели. По весне она становится серьезной жертвой для крутых охотников. И вот эта дисгармония как раз и порождает то, что Сити так Лигу Чемпионов до сих пор и не выиграла. В этом году шансов, я думаю, будет больше. Так вот, Лига стартовала. Кто выиграет, важнейший вопрос. Но всерьез об этом задумываться раньше февраля, я думаю, не имеет никакого смысла. Большие клубы, как правило, спокойно проходят первую групповую стадию. И могут спокойно заниматься починкой, наладкой, ну и так далее. Кто-то из них, безусловно, будет в ней-то саде похоронен. Но те, кто пройдут, вот раньше февраля о шансах говорить просто-напросто преждевременно. То-то сейчас не в порядке. Например, Барселона очень, может быть, и сыграется к этому моменту. Друзья мои, мое сердце наполняется теплотой и гордостью от того, что я хочу представить вам спонсора сегодняшнего видео – онлайн-игру «Викинги». Я рад анонсировать конкурс, который я провожу вместе с создателями-разработчиками этой онлайн-стратегии. «Викинги» уже разыграли 35 айфонов и 18 макбуков. Игрок, дошедший до 10-го уровня дворца, сможет выбрать сам один из трех призов. А именно, он сможет забрать с собой один из дневниких iPad Air плюс смарт-клавиатуру PS4 Pro плюс VR-очки, электросамокат. И таких победителей будет двое. Ну а супер-приз, барабанная дробь, MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца сентября среди остальных участников. Честно говоря, я не знаю, просто или сложно дойти до такого высокого уровня, потому что требует в первую очередь времени. Но то, что игра эта простая и доступная, и то, что я буду завидовать вам, когда вы это выиграете, и мне это помешает сделать только нехватка времени, может быть, это совершенно точно. Играйте с викингами. Розыгрыш остается 3 октября. «Викинги» — это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди военно-экономических игр-стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений и многотысячных армий в реальном времени. При этом викинги — это не только битвы. Это развитая система рейтингов, разнообразные соревнования, стильная запоминающаяся графика и возможность выбирать стиль сражения и самой разнообразной снарядки. Я хочу сказать, что этот рейтинг позволяет не только высоко ценить свои победы, но и бороться с комплексом собственной неудачности, что делаю и я. Викинги играть может каждый. Отпусти бороду, наточи топор и достань с полки запылившийся шлем. Пришло время возглавить свирепых викингов. Собери под своими знаменами могучих воинов и отправься с ними в бой. Стань ярлом и покори Север в игре Vikings War of Clans. В этой увлекательной многопользовательской стратегии ты сразишься с другими военачальниками за право стать владыкой Севера. Каждый найдет в этой игре то, что зацепит именно его. Дорогие мои, я буду особенно признателен вам, если вы перейдете и скачаете игру Викинги именно по моей ссылке, которую найдете прямо в описании к этому видео. От этого зависит успех моего канала, который вы смотрите, который вам, я надеюсь, тем самым нравится. Вдобавок вы получите бесплатно 200 голды и бесплатный щит. А кроме того, можете искать меня в игре Викинги под ником Радио Луткин. Если вы не любите меня, можете меня там замочить. Но я надеюсь, что вы этого не сделаете и вступите со мной в клан. А может быть, и выберите Яруан. А вот сейчас праздник новых лиц и торжество новых форм. Всем осточертели Роналду и Месси. Все ожидают, что в этом году будет коронован защитник Ван Дайк, как лауреат золотого мяча. К этому, в общем-то, все идет. Почему защитники редко выигрывают такие призы? Потому что призы этот в массе своей, конечно же, медийный. И заметьте, перед началом этой церемонии, перед тем, как Ван Дайк оформит золотой мяч, это уже почти не вызывает никаких сомнений, он и становится медийной фигурой. Он падает на обложку ФИФы. Он становится лучшим защитником мира. Хотя это всегда невероятно относительная категория. Растет миф о том, что его уже вот как год не могут обыграть. На самом деле, конечно же, дело здесь все в том формулировке именно того, что является обыгрышем. Он оказывается еще и самым быстрым защитником. Но в качестве примера приводится самая большая скорость, которую развивает футболист на протяжении Лиги Чемпионского турнира. Так вот, Ван Дайк развивает ее примерно на 60-м метре своего длинного рывка. А в футболе же скорость другая ценится, скорость резкая. На 60 метров далеко не все вообще-то еще и бегают. Да и все свои главные качества Ван Дайк, который, безусловно, грандиозный, демонстрирует отнюдь не на такой дистанции. Но оказывается, он теперь еще и самый быстрый. Ростом с меня, веса, правда, в половину, но тем не менее. В общем, я думаю, что 18-летние африканцы из тех академий, которые посетил в фильме Негреси Вить Кравченко, наш новый молодой гонзо-автор, я думаю, что их там быстрее Ван Дайка на короткой дистанции примерно тысяча. Так растут мифы, но так растут и молодые звезды. Лига чемпионов и вынест их сейчас наверх шумной волной. Норвежский нападающий Холланд, я думаю, главная звезда первого игрового дня, он сделал хет-трик в матче против Генка. А до того он забил аж 9 мячей на молодежном чемпионате мира ворота сборной Гондураса. Гондурас же для чего-то на свете существует. Ну вот его отгондурасил Холланд. Теперь он уже играет в Европе, в клубе, который принадлежит к большому концерну, который вообще сделал свои специализации молодых футболистов. Другая сторона этого концерна, Лейпциг, является соперником «Зенита» в его группе. И, наверное, по внешнему раскладу является вообще фаворитом этой самой группы. Плавно переходим к «Зениту». Ничья «Зенита» в первом выездном матче с «Леоном» одновременно и обнадеживающе, и настораживающе. Обнадеживающе, потому что это хороший результат. Обнадеживающе, потому что в этой игре «Зенит» не рвался вперед, не мыслил себя какими-то воображаемыми категориями. Автор анонимного, повторю, анонимного канала в телеграмме «СБГ Аналитика» отметил очень интересную деталь. «Азмун» даже открывался в этом матче не так, как в «Чемпионате России». В «Чемпионате России» он открывается как бы вперед, на вырыв, говаривал старинный журналист Аркадий Галинский. А сейчас он открывался как бы в недодачу, то есть не пытаясь отстаться в скорости с защитниками «Леона», среди которых был довольно-таки увесистый «Даная». Но, тем не менее, это отрадный факт, то, что «Зенит» понимает, он попал в совершенно другой турнир, где от него требуются не те качества, что каждый день в «Чемпионате России». И поможете у него там будут совершенно другие, а именно только он сам. Это отрадный факт, что «Симак» на протяжении игры каким-то образом корректирует футбол своей команды и прямо говорит, что потому и была выбрана игра в три центральных защитников, фактически в пять, что если бы защитники чаще оказывались один в один при меньшем своем количестве, они бы, скорее всего, проиграли в скорости и «Депаю», и «Тарауре», и тому, кто бы еще против них там встретился. Но все эти достоинства удается продемонстрировать в основном потому, что «Зенит» открывает счет в этом матче, ему не приходится отыгрываться, ему не приходится рисковать, а все эти качества ему так или иначе демонстрировать придется на протяжении длинного квалификационного группового турнира. В первом тайме, начав довольно активно, «Зенит» на протяжении последующих минут все ниже и ниже оседал к своим воротам. И нельзя сказать, что ли он страшно прессинковал, нет, он просто постепенно начал играть немножечко быстрее, быстрее и быстрее. А «Зенит» и совершенно не перехватывал мячи, когда он им не владел. «Зенит» просто отступал, плавно отступал на заранее заготованные позиции. В общем, если матч ложится по-другому, полагаю, «Зениту» было бы очень тяжело отыгрываться. Скорости ему совершенно явно не хватает. Почему-то игровая скорость, а только беговая, и не только, собственно говоря, скорость мышления. Тем не менее, суперотрадный факт, что «Зенит» это осознает глазами своего главного тренера. У «Зенита» группа на самом деле очень тяжелая, в ней нет явного лидера. Именно поэтому очки будут отнимать все у всех и, скорее всего, до последнего тура. Поэтому фаворитом выглядит тот, кто наиболее сбалансирован, а именно все-таки «Лейпциг». Я думаю, что «Зениту» здорово не повезло, что он играет с «Лейпцигом» третью и четвертую игру. Иными словами, ничья – хороший результат для «Зенита». Но я не думаю, что это существенно меняет картину шансов, которые, возможно, вы взвешиваете сейчас, готовясь сделать ставку, например, в «Марафон Бет». По мне, так по-прежнему, шансы «Зенита» – это 1%. Шансы на выход из группы в Лиге Чемпионов. Собственно говоря, те шансы, которые теоретически имеет любая команда. Тем не менее, главное удовольствие группового турнира – это наслаждение моментом. Смотрите, как «Боруссия» Дортмунд дает бой Барселоне. В случае, все переигрывают ее, но Барселону спасает немецкий ха-ха-вратарь. Посмотрите, как «Риверпуль» проигрывает в «Неаполе». Проигрывает не первый раз, и «Неаполь» вообще говоря город, в котором очень опасно играть кому бы то ни было. Особенно в начале группового этапа Лиги Чемпионов, когда «Наполе» сверхмотивирован. Поверьте мне, я был в «Неаполе», я бывал на этом разваливающемся старом стадионе. Уже 20 лет назад, когда я там, собственно говоря, оказался, 22. Был уже разваливающимся и старомодным. Я был там на стыковом матче сборных СССР и Италии за право играть на чемпионате мира 98-го года во Франции. И Италия специально выбирала этот стадион, потому что там самые низовые болельщики. Я с оператором находился за воротами, за воротами на уровне поля, собственно говоря. И, посмотрите, там беговые дорожки есть. До меня долетали монеты, которые швыряли в меня болельщики, недовольные тем, что я стою и закрываю им на нижних рядах вид, собственно говоря. Посмотрите, вот все это расстояние они пробрасывали монетами и долетело довольно много. Мы на их конце концов почти что поужинали. То есть, именно и вот такая публика в Неаполе, и поэтому я совершенно не удивлен поражению Ливерпуля. Выпуск был бы не то, что неполным, а просто не представляли бы себе, естественно, без игры московского локомотива. Я только не знал, что в таком хорошем настроении буду об этом говорить, потому что локомотив победил Ливеркузенский Байер. Все, что я могу сказать, это игра, которая, как и матч с Зенитом, тоже имеет свои издержки и свои плюсы. Локомотив блестяще выиграл первый тайм. Я думаю, что это было, конечно, планом, отчасти подсмотренном у Допунской Боруссии. Может быть, не сами приемы высокого прессинга Байера, но то, что он уязвим для контратак. И довольно долго, мало того, небрежно разыгрывает мяч в их начале. Но этот план был крайне рискованный, потому что он оттолкнулся от слабых сторон Байера и не учитывал слабые стороны локомотива. Локомотив с трудом выдержал этот темп, который сам и задал в первом тайме. Большому счету игра, конечно, была ничейная. Но тем она ценнее, эта победа, потому что она достигнута в первую очередь на характере. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что любой план на игру был бы стерт в порошок, если бы Гильерми не совершил свой сейф в самом конце игры. Но сила локомотива в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и увеличивающаяся вот с этой победой шанса локомотива на прогресс куда-то, в Лигу Европы, возможно, в Лигу Чемпионов тоже, эта победа сам по себе еще ничего не решает и не меняет. Потому что группа очень сильная, как у Локомотива, как, извините, у Зенита, довольно ровная и все у всех, ну, тачки отбирать. Суть в том, как появился себя Локомотив в этой игре, без двух ведущих игроков, без двух Миранчуков. В общем-то, сработало то обстоятельство, что Локомотив за последние два года превратился не просто в команду, которая способна решать тактические задачи, но и в команду-банду, как мы это называем. И я думаю, что в этой встрече, разумеется, Гильерме совершил подвиг, разумеется, Крыховик показал себя, как вообще во всем этом сезоне, как новый лидер, которого в этом качестве никто особенно не ждал. Ну и, разумеется, очень сильный матч провел Федор Смолов, потому что, если бы не его активность в втором тайме, я думаю, что Локомотив был бы прижат к воротам и навряд ли справился бы с напряжением. В общем, команда-банда работает. Этого пока недостаточно, но с каждой новой неделей Миранчуки теперь будут здороветь. У Локомотива действительно появились шансы на то, чтобы завязать борьбу в Лиге чемпионов. Среди прочих событий недели я не могу не выделить освобождение по УДУ и сервису заключения Александра Кокорина и Павла Мамаева. И брат Александра Кокорина и Кирилла. Я хочу обсудить с вами два аспекта, которые не сразу бросаются в глаза. Во-первых, аспект времени. Год назад, когда молодые люди попали за решетку, казалось, что им практически нет замены. Это катастрофа и в сборной, и в Зените, и в Краснодаре, и тому подобные вещи. Действительно, это обсуждалось. Вы посмотрите, прошел год, и без них, в общем-то, жизнь совершенно нормально идет своим чередом. Подумайте об этом, когда сами планируете свою жизнь на год, на неделю и даже на пару часов вперед. Все меняется очень и очень быстро. Меняется время, появляются новые люди. Невозможно вернуться на свое место, потому что оно будет уже занято. И самое главное, год назад мы понимали, что эти два раздолбая сидят и будут посажены за совершеннейшую ерунду, которую, как говорится, на своем счету имеет половина жителей города Одессы. Там, правда, в юморецке начале речь шла о спасении утопающих, а здесь речь идет о драке в некотором состоянии подпития с использованием подручных элементов. Но посмотрите, прошел всего год, и вот людям за драку со стулом по пьяни дали по полтора года, половину отсидели, вышли по УДО. А сейчас человек просто на улице стоит, на него нападает милиция, крутит. Кто-то из полицейских вражи на кураже, бия человека дубинкой или кулаком, или бог знает еще как, вывихивает, оказывается, плечо. Терпит невероятные физические и моральные страдания, и человек стоит в центре с половиной года. По этим законам, которые, кстати говоря, остались теми же, по этим судам, Мамаеву и Кокорину сейчас дали бы десятку, и не пришлось бы даже пикать. Тем более, что, понимаете, там, как оказалось, человек на улицу, у него вовремя вышел. В общем, серьезное преступление, но Абу тоже ничего. А тут-то люди, понимаете, изобретателю президентского автомобиля, нового автомобиля суперкласса Аурус, чуть не попали по голове. Это же все из разряда истории, когда человек попадает под машину, или в него попадает молния, или он падает с большой высоты, остается живым и здоровым, но в голове у него происходят совершенно необратимые перемены, он становится гением. Представьте, а если бы человеку-изобретателю президентского автомобиля попали по голове, и он бы изобрел новые правила игры в футбол. Это еще полбеды, он изобрел, допустим, что-то еще более важное, ценное, на что пришлось бы тратить половину бюджета государства. Страшное дело. В общем, это очень опасное деяние, не то, за что сажают сейчас на более поздние сроки. Подумайте об этом тоже. Ну и уже без шуточек и злобы дня. Посмотрите на поведение Кокорина Мамаева, когда они выходят из тюрьмы. Их там ждет толпа журналистов. Они проходят мимо, садятся в машину и просто уезжают, при этом еще переезжая на автомобиле, их вины в этом нет, ногу одного из этих самых репортеров. Что это означает? Они не первые, кто вышел из тюрьмы, ну или просто из-под давления государственной машины под воздействием общественного мнения так или иначе, под воздействием публичности своей истории. Такой человек после своего освобождения всегда подходит к прессе, потому что пресса это посредник, он понимает общественную значимость этого события. По крайней мере он кого-то благодарит за то, что его освободили, за то, что его поддерживали все это время. А их ведь поддерживали. Сколько дискуссий было в сети, сколько передач было на телевидении. Люди выступали в их поддержку так или иначе. Но они не подошли и не сказали ни одного слова, ни Кокорин, ни Мамаев, ни правильный Кокорин, ни безбашенный Мамаев. Почему? Да потому что они прекрасно понимают, что не вы их освобождали, вас использовали в этом деле. Освобождали их высокие покровители. Они не подошли и сказали даже пару слов о том, что последний из участников их кампании, Александр Протасовицкий, все еще находится в заключении. И УДУ ему особенно не светит. Они даже не подошли и сказали, вы знаете, неплохо было бы вот того парня тоже отпустить. Потому что они не рассчитывают на вашу поддержку. Они не готовы призвать к чему-либо от своего имени. Они просто тени. Они пусты. Мы сами наполняем их тем значением, каким нам хочется. Пускай просто играют в футбол. Пускай покажут, на что они способны. Мне, честное слово, больше совершенно не хочется о них говорить. Я совершенно не парюсь по этому поводу, потому что я знаю, что мое слово, как и слово каждого из вас, тех, кто не боится его произнести, значит гораздо больше. Именно поэтому я говорю сам свободу Александру Протасовицкому, парню, который просто проходил мимо, который не лучше и не хуже тех, кого только что освободили по УДО. Я скажу свободу Павлу Устинову. Я скажу свободу Константину Котову и всем остальным людям, которых совершенно без вины держат в тюрьме, и некоторым из них даже уже вынесен приговор в суда. И еще одно интересное событие, которое я хотел бы с вами обсудить. Томасу Цорну стоит буквально купить билет в какую-нибудь точку света, как немедленно появляются домыслы о том, зачем он туда поехал. Томас Цорн купил билет и полетел в Лондон. Что же ему там может потребоваться? В Лондоне ведь так мало дел. Очень трудно себе представить, что человеку может потребоваться в Лондоне. Но я же знаю, что не магазины, и не бед в ресторане, и не просто, в конце концов, приятно провести время. Нет, конечно же, он едет на переговоры и не кому-нибудь, а Карсену Венгеру. Вот что интересно, а почему Карсену Венгеру, собственно говоря, тем более, что он же открестился от этого странным словом «нет, спасибо». Ну, прекрасно звучит. В локомотив он идти был готов, а вот Спотакол почему-то идти не хочет. Само себе это интересно, хотя я не тому, что это обидно, просто интересно. Не так уж это и немыслимо было. Но судя по другому, а почему вообще такой жизнеспособной, кажется, идеей пригласить именно Венгера? Ее все подхватывают и немедленно обсуждают. Я сам пару недель назад, или три недели назад, уже не помню, сказал, что вообще-то в нынешней ситуации качественный скачок сделает та российская команда, которая правильно пригласит иностранного тренера. И, казалось бы, я должен был радоваться Венгеру. Но нет, друзья мои, Венгер – это неправильное приглашение. Там, вообще говоря, во Франции, ну, между Лондоном и Парижем, так или иначе, очень много интересных тренеров-пенсионеров. Французы вообще не стесняются выходить на пенсию. Там еще есть Эме Жаке, Жерар Улье, Раймонд Доминек. С Доминеком вообще Фидунову будет страшно и интересно поговорить, потому что Раймонд Доминек, как вы знаете, по гороскопу игроков вызывал в сборную регулярно, чего и не скрывал. Так вот, зачем же нужно копание в пенсионерах? У этого есть два объяснения и два обоснования. Ну, во-первых, три тренера-иностранца, которые последовательно работали в сборной России. Приезжает Хидинг, и эта революция, говорит, кто нам нужен, зачем он нужен, где он вообще работал, у нас есть свои собственные специалисты, он не поймет наши медленники, мы ведь то, еще и пятый десятый. Приглашение Хидинга – это был риск. Отстранение Хидинга после локальной неудачи, приглашение адвоката – это приход к власти в российском футболе нового клана, клана «Газпрома», который приводит своего тренера. Он-то знает, он нашу правду несет. А дальше, когда адвокат проваливается, приезжает капелла. И это уже третья идеология, третья – самое главное. Ну, чего же вы от меня хотите, что вы мне нападаете? Какие еще тренеры могут вытащить нашу сборную, если он целого капелла привез, а он ничего не может сделать? Вот капелла – это уже, понимаете, отстаньте от меня, я сделал все, что мог. Деньгами посыпал больное место. Вот так же и Венгер. Слушайте, ему 70 лет, он пенсионер, понимаете, пенсионер. Вы хотите пригласить не Арсена Венгера, Вы хотите пригласить свое прошлое, когда вы были молоды, вы болели за «Арсенал», и в «Арсенале» играл Тьерри Андрей. Уже сам Тьерри Андрей провалился на тренерской работе. Уже полтора раза провалился. А вы все хотите пригласить Арсена Венгера. Все это пребывание в собственных представлениях, а не в реальном мире. Все это пребывание в прошлом, а не в настоящем, уж тем более не в будущем. Это в момент, когда в Лиге чемпионов появляются новые звезды, и блещет красавец блондин Холлан, забивавший Гондорасу, а теперь забивающий в чемпионской Лиге. И это во время, когда в больших клубах появляются молодые тренеры. Гвардиола, нынешний главный тренер в мире, уже заканчивал к моменту, когда Арсен Венгер все еще находился на пике своих возможностей. Георгий Клуб тоже лучший тренер мира, он закончил еще раньше, и вообще его игрокская карьера не точка отсчета, она развивалась и проходила вообще неважно и непонятно когда. Нужно обсуждать других тренеров. Молодых испанцев, которые временно сидят без работы. Молодых немцев. Германия это вообще страна тактических фриков и гиков. Там тренеры сейчас мужают рано. Надо Пабло Мачино звать. Его обсуждает какого-нибудь, а не Арсена Венгера, и не Раймона Доминека, и не Фаберже. Вот, кстати, позовите Фаберже. Вам же нравится, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам, чтобы были крепкие, какие-то угловатые, чтобы смотреть на них было приятно, чтобы в руку взял и чувствуешь, маешь вещь. Фаберже. Фаберже пригласите в тренера Спартака. Не важно, что он умер. Воскресите. Его душа, как душа Кощея Бессмертного. Где-то там, как он из яиц, так и теплится до сих пор. Приглашайте Фаберже, не пожалеете. Тут я, честно говоря, еще что хотел сказать, но, наверное, лучше уже не скажу. А за то, что я напоминаю вам про лайки, колокольчики и все остальное, вы обычно меня стоите и говорите, что я клянч. Друзья мои, ну вы же видите, на канале появляются новые проекты. А появляются они потому, что вы смотрите его все больше и больше, все регулярнее и регулярнее. Каждая ваша подписка, каждый ваш просмотр, каждый ваш совет своему товарищу посмотреть, это, собственно говоря, то, к чему мы стремимся, то, что позволяет нам вести свою работу. Не скупитесь на поддержку моего канала. Я возвращу сторицы и мои колени, с которыми я делаю это дело тоже. Всем привет, Витя Кравченко и прочее. Пока. Вся наша жизнь играет, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь, здесь этот мир как большой. Футбольный клуб. Субтитры подогнал «Симон»